Праздник крест-воздвижения в жизни каждого верующего христианина имеет особое значение. Ведь в самом его названии есть слово «крест». Это один из главных символов веры. Он встречается повсюду, сверкает в лучах солнца на куполе собора, украшает иконостасы, аналои, церковную одежду священнослужителей. Нарисован на образах угодников божьих. Да и у каждого православного крест всегда поближе к сердцу. Всё время ношу. Как только окрестился, всё время крестик ношу. Чувствую, мне Господь помогает. Я как помолюсь крестику, и он мне помогает. Праздничное богослужение в храме Петра и Павла возглавил правящий архиерей митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Традиционно в центр церкви в этот день выносятся распятия, украшенные живыми цветами, часто красными, как символ пролитой спасителем крови. Конечно, для нас крест – это величайшая святыня, которая несёт нам благодатную помощь. И мы даже в своих молитвах обращаемся к силе Креста. Конечно, не к силе дерева, не к силе изображаемых на дереве красок, а к силе того подвига, который на этом кресте понёс наш Господь Иисус Христос. Праздник Крест Воздвижения связывает с обретением в 326 году креста, на котором был казнён Иисус Христос. Деревянное распятие в результате раскопок на Голгофе нашла царица Елена, мать императора Константина Великого. Кстати, к народному календарю 27 сентября на Воздвижении окончательно наступает осень, то есть тепло сдвигается, а холод надвигается. Но в этом году в Пензе погода решила немного повременить со стужей и продолжает дарить горожанам по-настоящему летние деньки. Продолжение следует...